привет ребята как бодрость духа вы на канале its my life и мы начинаем наш колледжский влог давай студент мочи всем привет пребываю сегодня в прекрасном расположении духа потому что сегодня был последний урок по грамматике я сдала по ним последний по ней последнюю работу и у нас осталось только пати в классе по этому предмету пройти его успешно и все а еще утром у нас должен был тест но почему-то учительница что-то не так распечатала в общем она вначале нам его раздала потом по-быстрому собрала и в общем придется на тот тест который был разбит на две части чтобы мы не сильно устали писать в четверг за один так сказать что-то у нее пошло не так она вначале нервничала что она забыла степлером поскрепляет все листики потом она вообще оказалось что не так распечатала как хотела и в общем нервы и и нервы и она очень последний урок по грамматике посетила немного людей всего лишь 6 человек ну потому что видишь по большому счету без разницы будут из дома обставить эту бумагу если у тебя нету вопросов или из из колледжа у меня были вопросы поэтому не нужно было стоить вопросы решили все хорошо завтра остается сдать музыку четверг физкультуру а физкультуру на ноги в самый важный экзамен ты же расскажи что в понедельник когда мы пришли на краску по фитнесу наш преподаватель сказала сегодня у нас грит как бы экзаменационный заход вам столько-то времени там сколько он да умер на минут сорок и говорит за это время вы должны пройти три мили ну пошли до стадиона он засек время мы пошли но перед этим он меня вообще убегает а в среду у нас будет письменный экзамен и конечно сразу представляю себе как то что мы ощущение описать как я шла 3 мили ну в общем он сказал что это будет письменный экзамен и многит он будет быстро это займет минут 10 и он нас будет нарисовать как и мили на листе а еще что кто хочет получить экстра кредит улучшить свою оценку он после этого 10 минутного экзамена может пойти на стадион и я пожару и постержусь у меня все хорошо с оценкой потом меня ждет финальный экзамен по музыке и в четверг вот этот тест который как-то резко стал большим должен был быть не очень большим стал большим но за него как бы тоже особо можно волноваться нужно и не волноваться потому что этот тест этот тест не от учителя этот тест от управления колледжа и влиять на оценку общую он не будет он вообще в управление он будет сдаваться даже без имен и без фамилий просто как студент напишет но мы попросили учительницу чтобы мы карандашом написали свои фамилии имена и она нам потом на и мэру скинет результаты этого теста ну как бы просто для себя знать как справился с этим но в этот самый в управление она будет отправлять просто студент один студент просто там будут оценивать как на курсе разобрались наверное это же все-таки понимаешь это уже после того как могут я заканчиваю этот курс получается что я уже становлюсь как носитель языка наверно как-то будет какие-то итоги там для себя подбивать я не знаю вот такие дела так что все хорошо это и все еще раз сказать она и сегодня я еще получила результаты своего сочинения у меня с плюсом потому что у меня сто процентов ну в общем от 100 до 90 процентов это считается и от 90 до 80 б от 80 до 70 до си а дальше можно не запариваться потому что все равно уже плохо и можно даже не смотреть ну и у меня по последнему сочинению получается ровно сто процентов я все сделала как надо поиспользовала даже больше слов которые она хотела чем нужно ну в общем мы работал очень хорошие у меня сама написала я сейчас не буду наверно на ходу показывать ну таки что осталось два дня до 2 дня рассказывать сколько не был и к чему ты готовишь что у тебя будет во время каникул релакс а после каникул меня уже я буду брать специальные классы которые нужны для моей будущей профессии это и затык потому что я не знаю как объяснить что это за класс ну как они называются child development и у них номера 103 104 я не думаю что это будет очень понятно там вообще название нет ну там немножко есть расшифровывать по дети дошкольного возраста это возраста воспитания и типа ну как то сказать воспитание и взращивание что ли взращивание ну вот и объяснили вот классаемся тестом 100 баллов а с плюсом и вот здесь написано великолепная работа а если вот так поставить такой прикольный тест почему не видно уже моя работа этот листик она здесь написано я покажу сочинение к сочинению как не видно вот сочинение к сочине но она все время пишет а то не было давай не будем показывать это за рулем не работа она написала что это прекрасно если что у меня хорошая хорошая хорошо я выбрала идею хорошие хорошие сопровождающие детали подтверждающие то что вот я пытаюсь донести думал что бывают ли хорошие работодатели разбирали типа фразу что в одном артикле мужчина в своей работе написал что забота в принципе о своем рабочем не стоит деньги это абсолютный стандарт и раз забота работники не стоит в базовой комплектации группа коряда короче никто не заботится о своих рабочих так и я написала о том что хорошие работодатели есть я приводила команду фейсбук я переводила яндекс я приводила пример еще идея компанию а и кстати фейсбук очень заботится о своих работников если что так потом она мне дальше пишет что я очень хорошо понимаю и знаю как использовать вот эти вот академические слова как слова из академик ворот вниз и она сказала дальше она пишет она меня знала на бигине левом револе это когда только пришла учиться в колледже потом я училась не в ее классе сейчас я получилась это случайно получил ее просто потому что я брала с другим профессором но наш профессор за день до начала учебы в августе попал в больницу и наш нашу группу передали мисс принц я в принципе очень рад и дальше она пишет что очень изменивалась твою твою очень изменились твои навыки письма по сравнению с 50 52 и с бигини на грубо говоря до теперешнего вот и что раньше я все время использовала простые в предложения не действительно дай я раньше пистолова простыми короткими предложениями потому что но это было легче потому что в таком предложении сложнее за потому что пришла практически с нулю дата я писал очень просто и очень короткие я не писала сложно подчиненное какие-то предложения, там ничего такого. И она написала, что она очень рада, что я улучшилась, и в конце написала, поздравляю, Марина. Молодец. Вот так. Как говорят у нас в школе детям, будет тяжело и много работать. Она тоже это говорит навсегда. Это такая классная американская фраза. Ее даже президент Трамп говорит. Ну, это такая фишка. Я сегодня, когда вас ждала, пока сидела в классе, сижу на стуле и раскручиваюсь, ну и в интернете ваша. Учитель такой говорит, ты уже закончила? Я говорю, да. Он такой говорит, ну ты тяжело и много работала, а я на стуле сижу в этот момент, раскручиваюсь. Думаю, она прям притомилась, пока три кнопки сажала. Ну, вот такой был коротенький коллегский влог. Подходит к концу семестр. Начнут они снова выходить где-то через три недели, да, каникулы у нас? Почему? У меня каникулы закончатся. Первый день учебу, по-моему, 9 севраля. Ну, еще будет пару влогов, как закончили, какие оценки получили. Одну уже можно считать за A. Граматику можно уже поставить. Да, не важно. Фактически не важно уже, как я, да, ну, в принципе, не важно, как я справлюсь с этим тестом, который пойдет в управление колледжа, потому что моя оценка... Подожди, это не грамматика, это чтение. А, чтение, да, чтение, а грамматика. Да, грамматика у меня тоже, мне кажется, будет A, потому что по процентам меня выходит A. Ну, и я не хочу быть самоуверенной, но в своей работе, которая сегодня старая, тоже уверена. Поэтому я не думаю, что даже если там какие-то звезды не сойдутся, то я все равно... Держите за нас пальцы, за нашего студента. Подписывайтесь на канал. Кому понравилось, ставьте лайк. Если вы вдруг поделитесь со своими друзьями в социальных сетях, мы вообще не обидимся, а только будем рады и скажем вам спасибо за то, что вы делитесь нашим каналом. Всем хорошего настроения! Всем бай-бай! До встречи! Бай-бай! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok